С вами Николай Пивненко в проекте ДАТА. Сегодня 8 августа. Международный день офтальмологии отмечается в день рождения знаменитого российского врача Святослава Фёдорова. Инициативу сотрудников медицинской палаты Санкт-Петербурга поддержали другие специалисты страны и за рубежом. Не отказавшись от врачебной практики, Фёдоров активно занимался научными исследованиями и вместе с коллегой Захаровым создаёт одну из лучших в мире жёстких искусственных хрусталиков глаза линзу Фёдорова Захарова. Ну а жизнь талантливого медика прервалась в результате авиакатастрофы 2000 года на служебном вертолёте после Тамбовской конференции. Сегодня Международный день альпинизма или день альпиниста. Празднование приурочено к первому восхождению на гору Монблан, являющуюся самой высокой точкой Альп. Произошло это в 1786 году. Покорить эту вершину пытался Гораци Бенедикт де Сусюр. Молодой учёный пообещал тому, кто сможет совершить этот подвиг, хорошую награду. Счастливчиками стали жители Швейцарии Мишель Габриэль Пакарду и Жак Бальма. У нас альпинизм появился в 1900 году. Всемирный день кошек отмечается сегодня праздник, который проводится 8 августа каждого года. Он создан в 2002 году Международным фондом защиты животных. Праздников кошек у нас очень много, так что этот, скажем, такой очередной, но всемирный. У родившихся 1943 год, день рождения Юлия Гусмана, советского и российского режиссёра театра и кино, телеведущего, актёра, общественного и политического деятеля. А в 1948 году рождается Светлана Савицкая, лётчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Спустя три года в этот мир приходит Станислав Садальский, киноактер, место встречи изменить нельзя, а бедным гусаре замолвите слово царская охота. Также он актёр театра и автор скандальных репортажей и жёстких разоблачений. Теперь некоторые события этого дня. 1709 год. В посольском зале Лиссабонского дома Индии 25-летний иезуит Бартоломео Лоренцо де Гужман впервые за 74 года до братьев Монгольфье демонстрирует в присутствии короля Жоанна V тепловой воздушный шар. Что же это такое? Небольшая сфера, сплетённая из ивовых прутьев и обтянутая толстой бумагой. Наполнялась она горячим воздухом из расположенной под ней жаровни. Поднявшись на высоту 4 метра, прототип аэростата чуть было не подпалил оконные шторы. Спустя несколько месяцев аэростат запустили на открытом воздухе, и он долго и высоко парил над столицей. Эти факты подтверждены записками Пьетро Урсини, тогдашнего папского Нунция в Лиссабоне, который стал позднее римским понтификом под именем Иннокентия XIII. 1899 год. Американец Маршалл патентует холодильник. Ещё за тысячу лет до нашей эры в Китае придумали пилить зимой ледяные блоки, ну и запасать их в специальных хранилищах. Но прообразом можно считать холодильную машину немецкого учёного Карла фон Линде, изобретённую в 1874. Он пришёл к выводу, что охлаждение воздуха или жидкости в замкнутом пространстве гораздо эффективнее, чем использование искусственного льда. Ну а во времена СССР холодильник в доме – это значит, что ваша жизнь удалась. 1900 год. Двумя победами американцев над британцами в матчах одиночного разряда в Бостоне на старейших США кортах Лонгутского крикет-клуба открываются первые теннисные соревнования на Кубок Дэвиса. Этот кубок, разыгрываемый с тех пор ежегодно теннисными командами всего мира, представляет собой позолоченную серебряную салатницу, некогда купленную в качестве приза для данных соревнований капитаном американской команды, естественно, Дэвисом. 1941 год. Начало осады Ленинграда, которая продлится 872 дня. В этот день немецкая авиация уничтожает значительное количество продовольственных складов, что стало причиной ужасающего голода в блокадном городе. 1945. В 17.00 по московскому времени министр иностранных дел СССР Молотов принимает японского посла и сообщает ему, что СССР и Япония находятся в состоянии войны. А уже 14 августа Япония официально капитулировала. В результате этой войны СССР фактически вернул в свой состав территории, аннексированные Японией в Российской империи по окончанию русско-японской войны 1904-1905 годов. Эта территориальная потеря Японии не признана до сих пор. 1945. Учрежден Международный военный трибунал для суда над главными военными преступниками стран, воевавших на стороне фашистской Германии. СССР, США, Великобритания и Временное правительство Франции принимают решение. Признание вины подсудимого и определение наказания решается только большинством голосов не менее трех членов трибунала. 20 ноября 1945 года в Нюрнберге открывается процесс над главными нацистскими военными преступниками. 2000 год. В Москве в результате взрыва в 6 часов вечера в подземном переходе на Пушкинской площади и возникшего после него пожара погибли 13 человек и 118 получили ранения. На оставленную без присмотра хозяйственную сумку, наполненную взрывчаткой, внимания никто не обратил. В ходе следствия было установлено, что сумка была оставлена двумя мужчинами, которых видели приблизительно за 10 минут до детонации взрывного устройства. Следствие по факту взрыва так и не было успешно завершено. Ни организаторов, ни заказчиков найти не удалось. В 2006 году уголовное дело было приостановлено в связи с предполагаемой гибелью исполнителей, о чем заявил прокурор Москвы. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начинают массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии, города Цинвала и прилегающих районов. Официальным поводом для атаки по заявлениям грузинской стороны послужило нарушение режима прекращения огня со стороны Южной Осетии, которая в свою очередь утверждает, что первый огонь открыла Грузия. 8 августа конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру. 12 августа Россия официально объявила об успешном окончании операции. Позже был подписан план мирного урегулирования грузино-южно-осетинского конфликта, так называемый план Медведева-Саркази. Ну и последнее. В 1937 году в этот день появился на свет Дастин Хоффман, американский киноактер, который стал популярным в 60-е годы прошлого века благодаря своей необычной внешности, маленькому росту, многосторонности таланта. Обладатель премии «Оскар» за роли в фильмах «Крамер против Крамера» и «Человек дождя». В детстве мечтал стать джазовым пианистом, а на курсы актеров пришел, чтобы познакомиться там с красивыми девушками. Хоффману достаточно нескольких часов, взятых из чужой жизни, чтобы показать и характер, и невероятные его изгибы, и всю подноготную человека. Вместе с тем говорят, что он трудный актер, который постоянно спорит с режиссерами и придирается к любым мелочам. Век слабых сериалов и бесталанных артистов – он актер от бога. Достаточно увидеть его глаза. С вами был Николай Певненко в проекте «Дата».